Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих огородников. Сегодня я замачиваю свои семена огурцов для получения раннего урожая. И вот по ходу этой работы я немного расскажу об этой процедуре для тех, кто еще ни разу не выращивал ранний урожай и вообще может быть только начал свою огородную историю. Огурцы. Мы выращиваем рассаду огурцов только для того, чтобы получить пораньше урожай, потому что они не переносят холода и если мы их будем сеять в наши традиционные сроки без рассады, а сразу в грунт, хотя даже и в теплице, то мы результат получим очень поздно и поэтому многие-многие стараются получить ранний урожай этим способом, выращиванием рассады. Вчера я уже снимала видео на тему, как ускорить получение раннего урожая. Это, конечно, применение теплиц, применение различных дуг с пленочками, изготовление подземных парников для огурцов. И вот один из способов очень действенных это выращивание рассады. Ну, во-первых, рассада ускоряет получение урожая на 30 дней, а во-вторых, вы, когда сеете семенами, иногда бывает, что семена не все всходят, а когда вы высаживаете рассаду, то уже ясно, что каждый сеянец у вас даст, потом превратится во взрослое растение, даст вам урожай. Но я не буду сильно отвлекаться, все я вчера это рассказывала, как именно происходит сам процесс замачивания. Замочить можно в несколькими способами. Можно между двумя тканями, ну как в тканевые, между двумя слоями ткани. Я вот замачиваю всегда между ватными дисками, но от этого ничего не меняется. Главное, чтобы наши семена, вот эти вот огуречные, были всегда во влажной среде, чтобы вот эти вот, или ткань, или салфетки, или ватные диски, чтобы они ни в коем случае не пересыхали. Если начнет проклевываться семечко, и вот эти слои наши, где мы замачиваем, высохнут, то оно погибнет. Вот этот маленький-маленький росточек, корешочек, он засохнет, потом вы его не восстановите. Я всегда укладываю между двумя ватными дисками, и для того, чтобы ежедневно не следить, я закрываю плотной крышечкой, специально вот эти всякие пищевые контейнера использую, и вот в таком плотном, закрытом состоянии, она может день или два, можно вообще не смотреть. Конечно, я подписываю, вот каждый диск, видите, тут зазуля, тут у меня городской огурчик, и тут Настя, чтобы потом я знала, где какой сорт у меня лежит. Конечно, по истечении там одного-двух дней я загляну, и если семена хорошие, обычно на второй, на третий день уже показываются небольшие росточки. И тут самое главное, не упустить тот момент, когда вот этот корешок, как только покажется вот этот наклёвыш, лучше его сразу посеять в стаканчик с грунтом, потому что по мере разрастания вот эти корни, они могут зацепиться вот в тот слой, где проращиваются даже в ткань и в ватный диск, они всё вот так пронзят, и когда вы начнёте их изымать, маленький самый конец может обломиться, это чревато, это не, ну, уже не будет у вас здорового, полноценного сеянца. Поэтому следите, первый день можете точно не заглядывать, потому что за день обычно не проклёвываются, они пока сейчас набухнут, пока проснутся. Ну, через день, через два, смотрите, каждый день, как только появляются всходы, я вот, например, не дожидаюсь, когда взойдут, проклюнутся все. Проклюнулось два семечка, их высаживаю, эти дальше закрываю, потому что всхожесть бывает разная, некоторые думают 5 дней, некоторые недели, даже 8-9 дней бывает. И поэтому у них всходы неравномерные, и я их высаживаю, высеваю в стаканчики по мере проклёвывания. Как буду высевать, я потом покажу. Сейчас расскажу про раствор. Раствор можно замочить просто обыкновенной водой, но я всё-таки пользуюсь эпином уже много-много лет, потому что это стимулятор роста, он как-то немного, мне кажется, помогает семенам побыстрее проснуться. Достаточно вот из такой вот капсулы, несколько капель на стакан капнуть, можно эпин, можно, где здесь у меня есть, можно циркон, и можно любое из тех средств, о котором я уже рассказывала, когда мы замачивали семена томата и перца. Эффектон, экопин, все-все стимуляторы любые, они подойдут для замачивания семян, потому что они работают по одному и тому же принципу, они пробуждают наше семя и, как сказать, стимулируют дальнейший их рост. Всё я замочила, закрыла, поставить обязательно в тёплое место, раствором замачиваем обязательно тёплым, не ниже 20 градусов, и при выращивании огурцов, рассады, начиная от замачивания и до самого-самого конца, помните, что огурцы, это очень теплолюбивые растения, с первого шага и до последнего пользуйтесь только тёплой водой. Ниже 20 градусов ничего не применяйте. Должен быть у них тёплая вода для замачивания семян, потом тёплая вода для полива, тёплый грунт, когда высаживаете, не ниже 15 градусов. Иначе вот это похолодание, перепад температур, понижение, даже кратковременная температура, она может ослабить ваше растение, и оно даже если не погибнет, но не даст уже тот урожай, который должно было дать. Сейчас расскажу, какие семена я замочила. Я замочила настегибрид портонокорпический для ранних урожаев, замочила городской огурчик пальчиковый, внука порадовать, побаловать, и замочила, конечно, зазулю. Тот самый популярный наш традиционный сорт, который используется для парников и теплиц, он именно и выведен для парникового использования, и при хороших благоприятных условиях урожайность в теплицах в парника может достигать 30 килограммов с квадратного метра. У него очень продолжительное плодоношение, завязывает плоды без опыления, долго сохраняет свои, не стареет. Он такой длинный салатовый сорт. Вот для раннего урожая я всегда выбираю именно эти сорта. Вот зазуля, настя, которые уже можно потом делать малосольные будет, и можно будет даже консервировать, они подходят. Ну и вот этот вот я чисто для внука. Их, конечно, не солить, никуда применить невозможно будет, но для маленького ребенка порадовать. Вот они такие необычные, тонкие, пальчиковые. Для маленького мальчика буду выращивать маленькие тоненькие огурчики. Все, я показала вам процесс замачивания. Как нужно делать? Все это очень просто, конечно. Просто нужно следить, чтобы всегда были вот эти диски влажные. Если вы откроете, увидите, что немножко подсохло, обязательно доливайте. Но доливать так, чтобы они не плавали в воде. Если будет вода тут полностью, ну как полностью семена будут покрыты водой, они не будут дышать, они могут просто загнить. Тут тоже нужно соблюдать золотую средину, чтобы у меня было сухо, ну и чтобы они не плавали. Все, если вы будете вот эти несложные, простые правила соблюдать, у вас они прорастут, посадите рассаду и порадуете своих близких очень-очень ранним урожаем. В следующем видео я расскажу вам, когда нужно замачивать и как высчитать точную дату посева вот этого огурца для раннего урожая, потому что они у всех разные, и тут нужно знать несколько таких вот правил, которые нужно соблюдать, и вы тогда не ошибетесь, потому что сильно рано замачивать тоже нельзя. Переросшая рассада, она снижается качество, понижается урожайность, и все будет очень плохо, если рано. Ну и поздно тоже нежелательно. До свидания, с вами была Ольга Чернова и моя огородная азбука. Вот так понемногу, по шагу, по маленькому шажочку будем учиться выращивать огурцы, томаты, перцы. У меня все принципы выращивания традиционные, самые-самые простые, без всяких там каких-то таких фантастических идей, но всегда получается стабильный, богатый урожай. Желаю вам того же. Продолжение следует...